В фильме Андрей Рублёв Как это делается? Эффект освещения свечой, тем более, что он ведь отличается от электричества, правда, имеется некоторые особенности, особенность этого света. И заодно вы расскажете, вот что это такое за прибор. Мы вторгнемся в сферу высоких технологий, и это тоже объясним. Светчик в замок перекроешь, даже двигай сюда его поближе, чтобы резче тень. Стоп, вот так, хорошо, и, значит, перекрыл уже свечку. Вот так, верхушечку можно оставить. Все-таки лицо пересвечивает. Стоп, нога, обратно. Стоп, нога, обратно. Теперь уменьшите. Начали. Эффект свечи. Это живой свечной свет. Видите, как он дышит и колышется. Как это воспроизвести на экране. Но этого света маловато для экспозиционного режима кадра. Давайте зажжем верхний приборчик. Этот прибор имитирует и усиливает эффект свечи, которая попадает на поверхность стола. Теперь этот свет может быть немного подвижен. Его можно приводить в небольшое движение. Нам надо осветить лицо. Для этого мы включим прибор направленного света. Для того, чтобы не было тени от свечи на руке, надо поднять и ограничить световой поток вот этой черной шторкой. Значит, это произошло. Но этого прибора недостаточно. Нам нужно подсветить тень. Мы включаем еще один прибор, который работает в отражатель. И таким образом у нас возникает нечто сбалансированное по свету. Но не хватает живости света. Для этого мы используем то самое оригинальное устройство. Примитивное, я бы сказал, оригинальное. Это вот такие тряпочки. И вот мы имеем эффект движения. Но для того, чтобы это было более убедительно, это надо разместить перед самым прибором. И вот совершать изысканные небольшие движения. Насколько я понимаю, возникает ощущение живости света. Да. Может быть, даже подчеркнутое. Но эта подчеркнутость, она необходима для того, чтобы создать более понятный эффект. Легкое дуновение воздуха. Свеча колеблется. Свет колышец. Забыл чего, что ли? Проститься пришел. Мне и без того тяжко было. А тут дьявол, возьми и сотвори вражду между нами. Не могу я так уйти. Исповедаться должен. Примешь? Ведь не смогу я ничего, Данил. Сколько лет в одной теле прожить. Ведь кроме тебя и нет у меня никого. Я твоими глазами на мир гляжу. Твоими ушами слушаю. Владимир Иванович, а если не махать этими тряпочками, зритель заметит, что их нету? Заметит неправду. Вы знаете, зритель не заметит. И это так и должно быть. Но подсознание сработает, и оно даст дополнительный импульс, и зритель будет больше верить происходящему перед ним всему придуманному. Как ни странно, вот всему придуманному. Продолжение следует.